Минута осталась, давай! Вставай Костян быстрее! Костя, давай! Старейся давай, Костя! Край не немножко! Пасчик, давай! Хорошо, давай! 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 Счастья! Счастья! Автар! Аплод�젭ку! Харьков! Константин Тимченко, мы в Харькове, Харьковская область. Почему сегодня кричал Харьков, а не Донбасс? Да уже в Харькове как-то. Ну и для резонанса, по-любому это посмотри. Стихурач Андрюха, напишет мне, скажет, ах ты и придется запикивать его голосовые сообщения. Окей, давай, ты сейчас презентовал свой онлайн-проект, закрытый, открытый. Расскажи, что в том, что в том, зачем это делаешь и какой отклик, доволен откликом или нет? За все время, которое я тренируюсь, собрал себе много знаний насчет тренировок, техники, всяких вот этих мелких нюансов, которые помогают поднимать много. На себе их испытал, испытал на своих подопечных, работаю. И как бы многие ребята мне там и с Украины, даже с России, там с разных стран писали, постоянно меня консультировали. Ну как-то думаю, надо что-то попробовать монетизировать. Вот запустили проект. Это правильно. Это мой оператор, скажем так. Молодец. То есть команда. Да. Телефон себе купил нормальный, с хорошей камерой. Инвестировал уже. Да. Ты знаешь, что такое нормальная камера. Да. Снимаем видео, сделали уже два видео по технике, толчка рывка, сейчас написанный сценарий по длинному. Работает это как? Сделали видос, залили на YouTube, закрытый плейлист, доступ по ссылке. Ссылка бросается в Telegram канал. В Telegram канал доступ уже платный, 300 гривен туда доступ. Цену делал такую, ну это реально, символическая цена. Ну разово, 300 и все? Да, все. На всю жизнь. Для того, чтобы любой, как бы, кандидат мастера спорта, любой перворазрядник, мог себе это позволить. Ну, together because, понятно. Ясно. Вот, как бы, ну, хотелось бы с этого какой-то массовый проект делать. Да, кстати, я цену и не видел, по-моему, в инститете о цене. Это только в личку, наверное, тоже. Нет, на нескольких постах писал я. Писал, да. Понял. В инстаграме идеально, очень символически. И как? Доволен откликом? Сейчас, да. Ну я туда, помимо своих видосов, забрасываю, допустим, там, некоторые статьи, посты с Инстаграма, по поводу премьер-ребели, там, какие упражнения, там, как делать. Каких-то интересных аккаунтов, за которыми ты наблюдаешь? То есть, можно смотреть, допустим, телевик у тех же каких-то качков. Да. У них там будет информация, не знаю, тонна, а нам с нее нужно 100 грамм взять и тут, что нам... То есть, ты в своем телеграм-канале больше разжеванной информации уже даешь? Да, да, да. Конкретно, конкретно. Ну, и любой подписчик этого проекта имеет нелимитированный доступ к моим консультациях. В любое время пишут, звонят, без проблем вообще. Ну, это пока первых 100 тысяч людей нету, ты готов. Да, у нас в принципе 100 тысяч нету. Было бы у нас 100 тысяч, мы к тобой же ездили бы, я не знаю, на каких машинах. А как вы думаете, вообще, сколько гиревиков в Украине в данный момент? Ну, цифра твоя, подумайте. Тоже, по-рикинь, оператор, оператор тоже... Да, я знаю, сколько, ну, примерно, 24 области Украины, которые поднимают. Харьков, Житомир, Полтав. Еще есть, ну, отдельные у Средки, такие, в Донецкой области. Там, как Киквинья. Ну, Киквинья занимается, Рызак и, это, я забыл, очень крутой дядя рвач, твой соперик. Михалинчик. Михалинчик, вот, да. Ну, наверное, ну, Донецкая область, там, месяц, у нас в городе Волновайхе тренер наш Кривцов электрик занимается. Там 4 тренера, Чиряков, Кривцов, Искрепа. Ну, на каких они улицах живут уже не говори. А, ну вот, и все. А сколько гиревиков в Украине, как ты думаешь? Ну, это 1 мая. Да. Ну, наверное, ну, тысяча, наверное, человек есть всего. Сейчас активно. Любители, профессионалы. Ну, понятно, понятно. Идти много. Вот была Украина в том году, Костя судил, я ездил к тренером, людей возил. Идти было очень много на двенашках, на восьмарках, на десятках, на шнашках. Но дети не перестают три с двойки, потому что нет, дальше финансовая мотивация детям поднимают. Вот, ты закончил университет, а куда потом, с гирями не пойдет. Ну, очень много детей теряются. Реально поднимать начинают много. И, как бы, мне обидно за то, что тренера не смотрят за техникой. Вот, тренеры там работают с детьми. Если ребенку изначально поставить... Не будем называть фамилии, да. Да я даже их все и не вспомню. Да. Может, даже их все и не знают. Не работают с техникой, ни хрена. Поставить нормальную технику, и все, ребенку по чуть-чуть прошу. Восьмерки на десятки, дальше, дальше. Это, ну, это не вообще математика. А сколько мастеров спорта после университетов теряются? Дети, ладно, секция. Все, все практически. Ну, вот. Ну, а ты думаешь, сколько сейчас активных гиревиков? Ну, которые, пусть даже не приезжают на соревнования, но делают тренировки с гирями? Ну, как ты. Старые мастера? Ну, даже сейчас могу так вспомнить. Проводил анализ, делаю сейчас, короче, работу на счет, сколько людей ушло с нормальных дисциплин гвардейских. По протоколам, чисто анализ, статистический. Сейчас на чемпионатах Украины в двоеборье и в цикле по пять человек плюс. Ты еще сделай анализ, сколько человек пришло из-за этого вообще на гиревой спорта. Из-за R12. То есть, ну, не только в одну сторону сделай, а и в обратную сторону сделай анализ, пожалуйста. Чтобы это было журналистически правильно. Хорошо? Ну, я же журналист. Я же журналист. Ну, я понимаю, что ты не любишь R12, но надо уже быть туда объективным. Много же людей это привело. Ну, нет, сейчас хотя бы... Я, когда выступал на своей, в последнем чемпионате Украины, на своем чемпионате, то рядом со мной был тезка, тренер которого Валентин Юрьевич, из кроссфита, и он выполнил мастера спорта. Он сделал 127, а мой норматив 125. 200. Ой, ну, 225, 227, да, извините. И выходит, что? Выходит, что просто благодаря этому нормативу, благодаря этой возможности, выполнил мастера спорта. Он же уделил время гиревому спорту. Ну, а если гиревик придет, там, не знаю, в борьбу, ну, простите меня просто на маке, в борьбу. Да. Он служит так за два месяца, за три, как готовится на гиревик. Конечно, если он талантливый, а гиревики все талантливые. Да. Разверни камеру, пожалуйста, назри мне талантливым с ним. Ну, все курсанты Хупса талантливые. Пахарев. Пахарев. Талант проявляется. Он, наверное, после мастера спорта проявляется, мне кажется. Так и его знаю. Когда ты уже понял технику. Когда я талкал 68 за 8 и просто ставил, потому что морально не знал, как стоять здесь, мне никто не говорил, что я талантливый. А сегодня тут, ну, чуть ли не все сказал. Вот это красавец, да? Ну, а сегодня, говорят, талантливый. Ну, так это же колоссальная работа проведена. Нет секретов каких-то волшебных тренировок. Ну, это твой, кстати, лучший сейчас сегодня был или нет? Официальный, да. Официальный, да. А тогда, на прикидке, вот ты спорта делал 122. Это оператор тебя, да, матючками подгоняет за кадром иногда? Какая без моего оператора? Братухи. Да, я сегодня потолкал. И сегодня, вообще, даже, я вообще удивлен. Я, в принципе, очень слаб морально. Я себе тренировки делаю так, что вот сегодня суббота мы выступаем, я 6 минут толкал в понедельник. Для того, чтобы я не отвыкал от длинной дистанции. Но, опять же, ты это выработал всегда по своему характеру. Ты понимаешь, тебе это надо. Раньше, как бы, я там... А другие сейчас бы послушали и подумали, блин, ну, что он там рассказывает? Ну, вот имя. Это надо подтя подбирать. Если кто-то может прикинуться, там, на 8 минут... Вот для этого, ребята, пишите Константину. Он индивидуально подберет вам тренировочный план, нагрузку и т.д. Вот это да. Сейчас корейцы одного начал тренировать. Мы же видим, историю перепостил. Нет, я еще не видел. Соу Минпарк. Короче, парень, он тот, который МИР проводил в 17-м году в Сеуле. Тренируется он, в основном, в 20-м году. Техничный, довольно. Я бы технику не представлял. Ну, это он до этого же, наверное, работал там или... Да, ему Валентин Егоров писал в тренировке. С Валентином. Я года два с ним переписываюсь. Он говорит, что Егоров, Егоров. Как-то я не... Он истории так выкладывает, а я не вижу, чтобы он там толкал. Минут пять хотя бы. В 20-30 он потолкает всегда. Красиво, офигенно. А что дальше? Афигенно, да. Тут он, что-то у меня недавно спросил, типа, что делать, чтобы выйти хотя бы минут на семь. Ну, я такой банальный план ему расписываюсь. Ну, я начал там понедельник с утра. Получается. Их вечер, наше утро. Я просыпаюсь, он мне пишет. Ай, дит. То-то-то-то-то. Я такой, о, нормально. Ну, он говорит, все, давай, типа, план пришли посадь там. Ну, зашло ему, вышло. Но я заметил, они, вот эти ребята, они себе выбирают трениров по весовой категории своей. Часто. Да? То-есть, вот я уже такая налинаешь, тоже с онлайном работаю уже не один год. И вот они частенько подбирают, любят. Если ты такой же по весу и много поднимаешь, вот они у них как-то доверие идут. Когда тяж в дно, ну, там, Ваня Денисов, да, безоговорочно тоже, понятное дело, опытный парень. Но они все равно вот идут, там, Валентин Егоров, Меркулин Сергей, там, Хвостова Саня, вот они... Александра, извините. Ну, вот по российским, как по мне, тренера, именно, реально самый топовый тренер, это, как по мне, Меркулин и Аркадий Семенов. Угу. Остальные, как бы... А в же матчах? Что там не... Томская команда. Ну, как тренер, не знаю, ну, там, общаюсь... Ну, Афсорова, да, точно, забыли. Валентина, да. Афсорова, кстати, это холлевель, чисто из-за того, что она работает с детьми. Да. Вот я понимаю, допустим, вот, я имею работу со спортсменами. Дайте мне кандидата, дальше я его поведу. А чтоб ребенка вырастить, ну, это, ну, это реально высшая мотивация. Это вот Улене хорошо получается. Ну, там уже же педагогические нужны, конечно, навыки. Да, там надо его вот так наебать, закрутить. Вот к нему я и Костя, там еще Костя из брата, Серега Ермоленко. Мы ходили к нему, потому что он такая личность. Ну, вот, наработаемали просто, потому что он такой человек. А потом уже, ну, надо им, потому что ему понравилось, да, понравилось все. В первый год я ходил. Повтори, я подлез, повтори имя, отчество тебе. Кривцов Олег Викторович, наш тренер первый. Вот, и с детьми надо только на личности работать. И по личности у детей. Ну, вот представьте, интервью ваше с ним, ну, сколько там, блин, ну, слезы. Я поубивал бы, я поубивал бы этих просмотрчиков в Ютубе. Нет, кстати, вот. А какую-то хрень, блин, посмотрят вечно. Те интервью, которые я делал, там чисто посмотреть интервью. Гаврышко, Назар, Абрамович. И еще с таких спортсменов. Ну, что, я с этих интервью для себя почерпнул, сколько для тренировок, для психологической подготовки. Ну, просто, это учебник можно написать по гирьбову спорту на двух интервью. Я тебе говорю, я после Швыцкова, когда приехал, у меня вот такие глаза были. Как будто я новичок пришел в зал тренироваться, я хочу браться за любые гирьбы. Даже если мне камера говорить, то, ну, вот Элитр взял, допустим, у нас было шестеро у него, и все шесть почти мастерами стали. Ну, то есть, память Бладик, как раз выступал, поднимает и сих пор. Ну, я, Костя, я, Костя. Костя, я формала сотку, поздравлю. О, поздравляю. Ух ты! Поздравляю. Спасибо. Да. А на Мирис куда ходил? Семь зачем? Мастер по рыбку. Да. Все. Теперь ты нормальный мастер. Да, от твоих пор я жесткий мастер. Ну, да. Не, кстати, надо ей сумму еще посчитать. Ху-ху. Вы в кадре. Поэтому, я из детей, в городе села он взял и сделал мастер. Да. Мы до сих пор поднимаем, мы с ним общаемся. Был Новый год, мы к нему ездили, ну, ездили к себе домой и встречались. Угу. То есть, мы с тренером поддерживаем контакт, он у нас стреляет второй отец. Ну, тоже самое у меня с первым тренером, я до сих пор в контакте на связи. Стальную клешню, я думаю, интернет знает. Вот. И мы, я и Костя, это пример того, что мы продолжаем его дело. Ну, я думаю, пусть тренера выбрали каждый из нас, потому что у нас был такой тренер. Ну, тренер другой, я не знаю, поднимал были вообще более строгие или менее. Ну, сейчас же тоже с детворой ты работаешь. Ну, да. Дети у меня. А где? В Спортайме. В Спортайме. А, в Спортайме. На безопасной основе дети ходят. Угу. Есть еще Р работяга слово. Да. Все. И можно достучаться. Но при правильном контроле тренерском. Талант работоспособности намного важнее таланта вот этого. Чтоб ты себя не угробил, да. Талант работоспособность научить тебя регулярно просто посещать тренер. За три года, да что-то будет. Как говорит Оскар Харман. Делай просто, просто делай. Что там с рывком? Надо же разненаться читать. Что ты будешь рвать сегодня? В тридцать двойку рвать. И? Не знаю, как получится. Рывок очень скользкий у меня, что-то в последнее время я был. Скользко. Дорого не было, потом как-то вернулся в соревнование. Берег еще вот эту хрень и сорвал. Угу. Вчера циклом разминался. Ну ты, у тебя же вообще в одно время рывок, ты прям очень хорошо бабахнул, потом откатилось у тебя как-то, да? Ммм. Изначально, наверное... Ты на соревнованиях сколько ты? Ты за 170 же выходил на соревнования или нет? Или 160 чем-то было? На Украине... А то я сплашником Коля ляпнул, не тот результат твой. Сейчас ляпну опять. 168 у меня, тот, что на Украине. На Украине. А на... Вот... На областных соревнованиях я вал. 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 можно просто сахар есть минут за 30 до выхода на помост или но принципиально до выхода прекратить или можешь ты даже за 10 минут до выхода еще то есть то что старая школа чаек сладкий со сникерсом это в принципе в принципе в пользу технологии дошли я использовал на украине энергетические гели в триатлоне у нас по гелям до димон давиде поступает если любить до рассказывал как он на конском супе жека привет даже такое не надо не надо все это заканчивается ночным клубом дискотекой обычно да а потом появляются такие футбол с ним обычно то это окей гликоген говоришь да будет триболе теперь еще интерес теперь крутая штука появляется восстановление на следующий день выступать вот этот вот этот мне кажется заходит ваня марка 300 набрать должен чисто за счет вот этого отдыха раз вот мне бы хотелось 3 а 300 как а 302 будет на сюда из-за того что он отоспится вот и как раз ему 180 на 240 я думаю как раз это будет хорошим таким подарком собрать двоеволе 300 набрал человек показали что это возможно пусть даже таких условиях тут а больно хорошо ребят до встречи